Ребят, мои уважаемые зрители, всех вас приветствую на своем канале. Услышали все, побачили все, что происходы у Адамяна. Все на той же квартире, на Планетной, у мамки, здесь разворачиваются события. Вообще, хочу с самого начала вам сказать, как Сявка покрасил Наде волосы. Вот вы знаете, срала-мазала, по стенке лазала. Вот я бы даже так охарактеризовала эту работу. Пчелочка розовая, на висках сивая, тут затылок желтый. А почему? Он же одной рукой щеткой ялозил, второй рукой держал телефон, снимал. Вот так все наверх зачесав, намазав, что там внутри робилось, а туда ж краска никак не попала. Для Надьки и так сойдет, и сидит девочки пятнами, просто все страхи тебя Господне. Я вот смотрю на тебя, Надька, и думаю, что тебя заставляет? Вот это вот все терпеть и молчать. Ребят, вот знаете, самый прикол в том, что взрослая, зрелая женщина, она молчит всегда. Вот никогда не скажет правду в глаза. Пусть самую безобидную. Ну, сказала бы, как есть, Самвел, но оно не прокрасилось. Ты просто макушку здесь вообще краску не наносил. Надо было, конечно же, хотя бы Зину попросить. Скажи, как есть, это такие мелочи? Но не. Не дай бог. Севочка рассерчает девочки. Не дай бог перечить Севочки, чтоб попасть в немилость. Та деви так и бачили. Надька хитрожопа, зараза. Вона себе такое не позволит, потому что там же ж наперед. Сколько запланировано у Надюшки. О, придумку вата баба. Ребята, я слышала, конечно же, почитала ваши комментарии, когда вы мне пишете, Анжела, ты вообще слышала, как они посчитали людей, которые будут приглашены к Надьке на день рождения, а именно сюда, к Васильевне, в однокомнатную квартиру. А я себе подумала, значит, баба Таня себе свой день рождения отметить в своей квартире не могла. Бо криком кричали, где тут людей собирать? Места нема? Да нема места. Ира говорила, свои соберемся чисто с семьей. Зачем тебе чужие люди? А чужая Зина сама потом придет. Поздравит, посидите, чайку попьете и достаточно. Надька пусть просто поздравит по телефону. Хочет приехать, пусть приезжает в другую дату. И это было бы правильно, ребята. Нет, у меня посуды нема, у меня ничего нема. Фужерев нема, тарелок нема, все продали, кастрюлю нема. У меня ничего нема. Так вот вопрос на засыпку. А откуда сейчас праздновать Надькину днюху? У бабы Тани все найдется. Вот очень мне интересно было бы узнать. И шупичка, девочки, вы заметили, что-то сейчас тише воды ниже травы. Так-так и так. Шо Надька не сказала, шо сам Белка не рассказал зрителям? Так-так и так. Шо из-заусим бабуся соглашается. И вообще, не догарка, послушай. Я вот сейчас то, что я озвучу, говорю не для того, чтобы тебе сделать неприятно, больно, уколой тебе, а по факту, ведь это факт, дорогие мои зрители, вот вы тоже можете оценить все, вот что происходит здесь у них на планетной. Почему так получается, что как только ты, Надька, приезжаешь сюда к шупичке, у нее растет сахар. И она сидит вот какая-то невменяемая. Я знаю, зрители скажут, Анжела, так они праздновали, к Свете ездили, разносолые на столе были, шупа жрала, все. Так это ее обязанность. Надьке Семка сказал, будет платить за то, чтобы она контролировала бабу Таню, регулировала процесс, чтобы баба Таня правильно питалась. Когда баба Таня была сама, вот перед самым приездом Надьки в Днепр, у шупы сахар, девочки, сахар-махер, был восемь, правильно? Так оно и было. Надька приехала одиннадцать-десять, одиннадцать, одиннадцать-десять. Что происходит? Так какая, Надя, твоя функция здесь? Вот для какого хрена ты тут вообще тогда существуешь? Это логичный вопрос, который я задаю? Конечно, логичный. И потом, день рождения, вместо того, чтобы своими родными людьми праздновать у себя дома, ты прешься к чужим людям на голову. Но если ты хочешь отпраздновать днюху, так делай у себя дома, в своей квартире, там, в своем кафе в селе. И приглашаю всех этих людей. Они имеют машины, если они тебя уважают. Надя, Надь, ты меня слышишь? Считаются с тобой. Если ты прям такая родная в доску, они сядут все вместе и приедут к тебе на день рождения. Почему нет? Я такое слышу впервые у чужих людей, у бабы, которая тебя терпеть не может и кричит всегда криком. Она не хочет даже просто, чтобы ты приезжала лишний раз на несколько дней. Так ты шей днюху тут будешь праздновать. Да, конечно же, Надька. Я прекрасно понимаю, что это не твоя идея, что это все заколоты в стяпках. Ему надо что-то снимать, ему надо зарабатывать, ему надо потроллить, позлить зрителей. Это для меня все ясно. Но ты хоть когда-то свое поддувало открой и в правильную сторону как-то повернись и скажи, когда Самвел записывает видео, скажи, нет, Самвел, вот сейчас говорю для всех зрителей. Вы уж меня извините, но не переживайте, зрители Самвела. Я никогда так не поступлю. Она этого не скажет, потому что она будет делать так, как продиктовал ей Сявка. А потом, девочки, она же ей обижается и рассказывает, я не, ничего Самвел сценарий никак и не пишет. Что? И он мне ничего не говорит. Мы все снимаем просто, как протекает наша жизнь. Ты брехуха первой гильдии. Слышишь, Надька, что я тебе говорю? Тут в комментариях, когда Самвел зачитывал у бабки, сидя в кресле в комнате, Маринка, девочки, обозначилась. Маринка Гребенникова, привет тебе. Обозначилась Маринка. Яка дуже також, девочки, так само ревностно очень относится к Надьке. И пишет там у Марины, говорят, что день рождения где-то в последних числах, 30-го чи какого-то марта. И говорит, что приедет тоже праздновать к мамке. Обращалась она к херями. Маринка пишет. Мама, готовьте жилплощадь. Мой день рождения впереди Надькинова. Поэтому приживалку можете оставлять. Я так поняла, як прислугу. Речь шла про Надьку. Надька буде прислуживать. Маринка все рассчитала правильно. И сам Велку не забудьте отправить на ЖД вокзал, мене встречать с цветами через ювелирку. Очень мне понравился этот комментарий. Надька, что такое? А мне под горло подошло. Не смогла найти, что даже відповісти своей сопернице, чи что такое? Вы знаете, девочки, я бы многое отдала, чтобы посмотреть на этот цирк уродов, чтобы Маринка явилась от сейчас. Прям зараз. И построила отю наглую бабу Надьку. Как бы она себя вела тогда? Тя Надюшка, а, девочки? Як вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ребята, мне кажется, вот без Маринки никак не обойдется. Но жалко, на днюху к Надьке Марина не попадет, потому что эта ж Надька должна ее пригласить, ребята. Надька вряд ли такое сделает. Но Маринка уже застолбила Пасху праздновать у бабуси в Дніпре. Казала, яйца приедет красить. Баба Таня сопротивлялась, конечно, до Ирочки лежи навострилась. Сказала, а мы с Амвелкой соберемся и поедем до Ирочки в Запорожье на Пасху. Хиряма, ты не горячись? Я освежу вам память, дорогие Дніпряне. Ирочка вас не приглашала вообще-то. А тут такая доця, что не особенно жаждет, бачит свою мамку застыку на своих билих диванах. Помню, я очень хорошо, я Кирка кричала, когда мамка усилася на диван. Пересаживала ее на твердый стульчик, с которого можно мокрой тряпочкой и сифом, да? Помить все сцикления. А диван может доця мамка родная да и испортить. Поэтому, баба Таня, ты трошки так скорость свою на Запорожье сбавляй. Тут Надюшка все, Маринка на подходе. Сказала, что билеты купила заранее, девочки. Так что готовимся обозревать с вами. Ой, битва двух придурков. В прямом эфире, я думаю, что так. Ну и развернулись нешуточные баталии между зрителями и сябкой. Сябки, девочки, снимать нечего, поэтому он перешел в такую рубрику, когда он зачитывает комментарии зрителей и комментирует. Ну а там, конечно же, прошлись не по-детски про тему приглашенных гостей на день рождения сюда, к Надьке. Посчитали сытников трое. Ольгу Леонтьевну никто даже и не подумал приглашать. И в комментариях там, как началась защищать. А шо-то, Ольга Леонтьевна, на пятый этаж полиза? Вона не сможет туда вылезти. Так вот, чокнутые куколки-самвелки. Я вам отвечу. Как вообще в нормальном, цивилизованном обществе ведут себя люди? Вы пригласите. Это одна семья. Андрей, Света, Коля и Ольга Леонтьевна. Мало того, что это одна семья, одна ячейка общества, так еще это та семья, куда Адамяны со всеми своими друзьями или просто приятелями-знакомыми, кто не попадя, тащат всех в этот дом и ездят туда на постоянной основе. Жрать, срать, спать, скандалы устраивать. Постоянно они это делают. Так не хотите ли вы пригласить всех вместе с Ольгой Леонтьевной? А Ольга Леонтьевна, вам шо, не человек? И если бабушка Оля не захочет, не сможет подняться на пятый этаж, она сама об этом скажет. Но вы обязаны пригласить. Это элементарные, такие простые вещи, правила поведения культурных людей. Ребята, неужели я рассказываю какие-то прописные или непрописные, или неведанные истины для вас? Вы пригласите, а уже ответ будет за человеком. Согласится она. Или откажется. А вы послушайте, что она вам скажет. Ну, они Ольгу Леонтьевну счет не взяли. Троя сетники, все нормально. Шупичка сказала, хватай семь человек, хватай. Де тут им всем седать, бабуша, сюди тут тягнуть? Мразота, ты ж там днюешь и ночешь на тигре. Яка ж ты гадка, Боже мой, херяма, якби ты тільки почула хоть один раз, шо я тобі розказую? В таком возрасті і бить настолька чорной, гадкой, мерзотной баба ягой. Ну, как ти можеш приїжджати сюди на ігрень, бігом застіл пертіся, жрать все там просто, змітати з столу, шо не приколочено? І тут же, дівчці, бабу Олю в сторону. Ну, бессовестні люди. Річ зашла за двох блогеров из Києва, Люба і Тамара, які собрались приїжджати в Днепр на спектакль. Я даю здео. Я поражена, девочки. Поражена тому, што відвітила Сявка. Баба Таня ж переживає, шось приїдуть київляння, їх ж надо а зустрічати, а принімати, а де ж покормити, а че вони поїдуть на яглень, а потім до нас сначала. У Сявки все просто, ребята. Я сейчас думаю только про себя. У мене спектакль. Только про себя. Я все из головы выбросил, мне вообще неинтересно. Я і тебе могу напомнить, Сявка, говнюк, ты вонючий. Когда вам нужно было, вы приїжджали в Київ. Мать лечили, на проверки диагностики ездили. И вы не спрашивали этих київлянок, могут они или нет, удобно им или нет, вообще хотят они вас принимать в 121-й раз или нет. Вы лизли людям на голову. І ці дівчата накривали вам столи, кормили, поїли, ви там ночували, ви там жили не один, не два, не три дня. Так було? Или я опять что-то соврала? А вот когда сейчас касается обратной стороны медали, что эти женщины приїжджають в Днепр на спектакль, тут Сямка убыл руки, все, ему ничего не интересно, все, он точку поставил, его не касается, кто там, что там приїжджає, я вообще даже не спрашивала. Вин собой только занимается. Но может ты как-то все-таки 10 минут из целых суток найдешь времени уделить и заняться тем, чтобы решить вопрос, позвоните этим женщинам, спросить, девочки, вы приезжаете, какие у вас планы, как вы, может, вы к нам поедете, может, я вас у себя приму, ококу перемещу туда, в однокомнатную квартиру, где Сайгак живет. девочки, свободная площадь, там пустые апартаменты, и тви кока, сяпка, не поверишь, ни черта ему не буде, может, прекрасно 2-3 дня пожить в той квартире, якуты же, для него и снимаешь. А гостей таких, которые вас принимали с дорогой душой, и вы жили у них на всем готовом, ты мог бы и у себя на Карла Марла на пятом этаже принять. Почему нет? Девочки, вы даже им об этом не говорите. Он такой мысли вообще не допускает. Они уже все порешали. Коля поедет и встретит. Хотя они Колю еще не спрашивали вообще. Они уже все знают. Хай вы за их туда на игре до света. А потом баба Таня сказала, приедут до нас на два часа. Надь капер чек у той замороженный валяется в морозилке. Зварить подливку сделай котлетку залипить и хватит. А чего еще больше придумывать? Поист им хватит. Какие вы хлебосольные, баба Таня. Какие вы доброзичные. Как с вами приятно иметь дело. Ребята, я не знаю, если бы я была на месте этой Тамары с Любой, и я такое услышала конкретно в свой адрес, моей ноги бы не было на планетной. И вообще нафиг им тот спектакль по телеку посмотрите. А если уж горячее такое огромное желание и есть в театр приехать, вы можете себе киевлянки квартиру снять, или хостел какой-то, или номер самый дешевый в гостинице. Приехали посмотрели, переночевали и уехали домой, зачем эти унижения, чтобы об вас вытирали ноги? Вин времени не может найти, чтобы поделять вообще там непонятно кому, девочки. У него спектакль. Да ты что, серьезно? Ой, великий ты наш, солнце лекий, молиться ж на тебе все должны на коленах стоять. А борщу наварив девочки зелену 10 днів назад. 10 днів назад ищ щаблем зеленый борщ. и сегодня спустя 10 дней кока повези его как бы вы думали куда? да, на игре хай жиру дальше чем бач андрюшка готовься. Мало в тебе диарея была, мало баба Оля травилась, мало святка на унитазе трое суток сидела, подоспела нова порция, ребята. 10 днів зеленого борщу вашу мать ядрическа сила, воно ж там неверно взбухтіло все. Ну, Надюшка сказала, так, а шоу холодить, няку воно стоїть, ніхера йому не буде. Девочки, я такого не чула ніколи. Боже, рідний, і указання було ж дано, ребята, ви ж поїдете туди на ігрені, сказав сявка, я думаю, шо, опять? А чо вони опять туди поїдуть? Три дня празднували день рождення у святисині, тепер опять туди прутся. Надька ж біляші буде жарить, там, на ігрені, там, Андрюшка не наївся, біляшів. Тому вони з Артюмом, з одним і з другим будуть батли якісь устраювати, кокочка буде снімати, на ігрені, у бабитані хватить. Бабитані не розрішає себе, воздух портить, тут должно лавандою пахнуть, а ви тут біляші зібрали жарити. Тому викінь з'єбит на ігрені. Ой, Господи, Сніжинська, закри рута, бо зараз мене понесе, ребята. Я такі пірли знаю, я вмію так виражовуватся. Так, держи себе в руках. Так що, марш на ігрень своїми біляшами. Ясно? Так от, туди подоспієті зелений борщ, якому 10 днів. Поэтому бабу Таню туди, сказав сам Велка, так і поїсти, і шоб виїли, шоб кастрюля була пуста, і Надьку вгостять, і бабу Таню. Надька, бабі Тані желательно добавочки, тарілочки дві-три, нагилить, так гарденько її накормити, щоб вона так видала, такий вистріл у неї був от душі, щоб не тільки вся ванна кімната обдристана була, включає стіни і корзину для білля, як пройшлий раз, так, щоб фонтана хватило на хол, десь дорогу жовту зробила на кухню, а чо ні? А шо, ситнікам привикати, щоб жисть маліною не казалось, дівочці, а по-другому не буває, контент превише всього, сказав Сявка, ми ж завидуємо, він гроші заробляє, поєтому вперед, дівочці, на зелений борщ к дівці, дівочці. Попутного ветра! А от вас я жду комментариев, дорогі мої зрители. Пока! До завтра!